Здравствуйте вашему вниманию итоговый выпуск новостей Казахстана. Меня зовут Алексей Рыблов и главное сегодня. Казнет готов конкурировать, но без цензуры. О будущем казахстанского сегмента всемирной паутины рассуждали на конференции в Алматы. Об этих и других событиях более подробно. Управляющий делами президента во неофициальной градации элитных группировок, возглавляющей так называемую группу Южан, появился на публике. Вопреки слухам о его инсульте и возможном аресте, Сырбайкал Мурзаев выглядел довольно уверенным и даже заявил, что его никак не беспокоит судьба экс-министра Жексылыка Дускалиева. Арест которого на два месяца по запросу финансовой полиции сегодня продлил Сырай-Аркинский суд Астаны. За выходом к широкой публике теневого политика наблюдала Зарина Ахматова. Жив-здоров вернулся, как и обещалки, по-прежнему в команде Нурсултана Назарбаева. Управляющий делами президента Сырбайкал Мурзаев сегодня появился на открытии элитного спа-курорта в Алматы и излучал здоровье. Всем своим видом опровергая расползающиеся в последнюю неделю слухи о том, что у него инсульт, как следствие активной борьбы за место рядом с президентом. Видно, не каждому нравится, что я здоров, не каждому нравится то, что я нахожусь рядом с президентом. Может быть от того, что в последние дни, когда мы были в Чингенте, в Таразе, кроме нас двоих не было. Может быть многих это вообще может выводить из себя. О себе, управ делами президента, рассказал журналистам в непринужденной обстановке. И кажется, что место для возвращения элитная здравница было выбрано не случайно. Так Сырбайкал Султанович подчеркнул отличную физическую форму и крепость позиций на властном Олимпе. Под занавес своего триумфального выступления Холм Мурзаев отметил, он не связывает свое отсутствие в стране с расследованием финполиции уголовного дела в отношении экс-министра здравоохранения Жексулыка Доскалиева. И вообще относится к этой шумихе весьма равнодушно. Мне абсолютно дало мужу. Именно сегодня истекли 10 суток ареста бывшего министра здравоохранения Доскалиева, который санкционировал Цароаркинский суд города Астаны. И сегодня же агентство Кастакса ссылкой на председателя суда сообщает, в канцелярию поступило ходатайство о продлении срока ареста Доскалиева еще на два месяца. Впрочем, бывшие коллеги не склонны поддерживать разговоры об экс-министре, но за состоянием его здоровья все же следят. Лично я свяжу по той информации, которая есть в прессе. А некоторые министры всегда готовы к приходу финансовой полиции и не видят во внезапной активности силового ведомства ничего удивительного. Это нормальный процесс, мы готовы всегда. В этом году, например, несколько таких проверок уже было. Одно остается явным. Не публичность казахстанских высокопоставленных чиновников играет с ними в час икс злую шутку. Известно, нигде так не распространяются слухи, как в информационном вакууме. Очевидно, что те, кто еще на плаву, пытаются сделать выводы и получить свою еще не омраченную брифингами Финпола минуту славы. За Ирина Ахматова, Василий Костин, Чингис Шагал. Из Алматы, Астаны, Казахстан. Состояние тревожности и недоинформированности. Так характеризует обстановку, царящую в коридорах власти один из самых идиозных сенаторов парламента Гани Касымов. Сегодня он стал гостем дискуссионного клуба «Айтпарк». Об арестах высокопоставленных чиновников в межклановых войнах и участившихся сомнительных инсультах. Мнение некогда лихого генерала, а теперь сдержанного сенатора. Выслушал Дмитрий Беляков. Всегда слова охотливого и открытого для прессы Гани Касымова в «Айтпарке» сегодня озадачили вопросами, на которые уже привычным стал ответ. Никаких комментариев. И сенатор Касымов не разочаровал. Множественные отставки, уголовные дела и зачастую противоречащие заявления власти имущих. На вопрос, правда ли, что сегодня каждый высокопоставленный чиновник опасается брать на себя решение острых вопросов. И все замерли в ожидании, кто следующий. Как и полагается настоящему патриоту, он ответил честно. Я вижу то состояние тревожности, это от того, что мы все недоинформированы. Поэтому вот это будоражащие сообщения, одно противоречащее другому. Вот кто-то играет или искусно над этим вопросом, у меня такое ощущение. Или кому-то вот что-то надо, чтобы доказать, что мы еще в каких-то вопросах не дозрели, скажем, к событиям 1-2 декабря. Муссирующиеся в СМИ вопросы, что же будет с экс-министром здравоохранения Жексылыком Доскалиевым, срок ареста которого прокуратура сегодня попросила продлить, и непонятный инсульт управ делами президента Сарыбая Калмурзаева, сегодня заявившего о своем добром здравии, сенатор комментировать отказался. Но дал понять, что политическая игра все-таки имеет место быть. Целая тенденция. Ну, я хочу сказать, это на ухау, наверное. Где-то там другие варианты. Но давайте эту тему мы исключим из сегодняшней беседы. Почему? Потому что, слава Богу, все живы-здоровы, все вышли на работе. И те, кого там пытались наказать, и тут вот такая ситуация, они тоже на работе. И я считаю, некорректно в моем положении подыгрывать. Спросили главного патриота республики и о межклановой войне в верхах. Заодно попросили уточнить, к какой группе он причисляет себя. Сенатор Касымов ответил философски. Я с Богом Тенгри. И добавил, что его карьерные и политические амбиции напрямую зависят от решений лидера нации. Впрочем, как и всех остальных кандидатов, заявил Касымов. Если он пойдет сейчас, и я пойду, я ему проиграю соотношение 95 на 5. Если он не пойдет, а я тогда соглашусь и пойду, тогда я любого 95 выиграю. Сегодня на встрече Гани Касымову напомнили далекий уже 1999 год. Когда, будучи кандидатом в президенты, под прицелом камер в прямом эфире он раздавил рукой стакан и бросил в вазы в сторону ведущего. Сегодняшней политической ситуации столь ярких политтехнологий представить даже нельзя. Да и сам сенатор признался, что хоть и помнит о прошлом, от того лихого генерала уже мало что осталось. Сегодня он другой человек, сказал Касымов. Дмитрий Беляков, Ерлан Конышбаев, Казахстан. В соседнем Кыргызстане политическая обстановка тоже накаляется. Партия Атаджурд, победившая на выборах в парламенте Кыргызстана и получившая большее количество мест, рискует остаться в меньшинстве. Такое заявление сделал сегодня политолог Казахстанского института политических решений, специалист по Кыргызии Александр Князев. По его прогнозам, четыре партии СДПК, Арнамыс, Республика и Атамикен объединятся в коалицию, которая станет реальной политической силой в республике. Вместе с тем, партии, которые не набрали 5-процентный пороговый уровень голосов избирателей, заявили, что также намерены объединиться в общенациональный конгресс для выражения несогласия с результатами выборов. Политолог Князев отмечает, были опасения, что выборы закончатся новым конфликтом между Югом и Севером. Пока это не произошло. Напомню, явка избирателей в Кыргызии составила 55,9%. В выборах участвовало 29 партий. По данным Центра избиркома, 5-процентный рубеж для прохождения в парламент преодолели 5 политорганизаций. Следует отметить, что после формирования Жигархукинеша Кыргызия станет парламентской республикой. Однако, по мнению Александра Князева, к примеру Кыргызстана вряд ли последуют другие страны СНГ. Тем временем международные организации, действующие на евразийском пространстве, объединяют свои усилия. ОДКБ, ШОС, Евразес и СНГ провели первую в истории совместную рабочую встречу в Москве. И договорились согласовывать свои действия, наконец-то заметив, что каждая из структур решает одни и те же задачи. Генеральный секретарь УДКБ Николай Бордю уже напомнил, что идея объединить усилия четверки была озвучена еще в Алматы на министерской встрече ОБСЕ. В Москве руководители международных организаций подписали совместное заявление. Таким вызовом, как наркотрафик, в частности, с территории Афганистана, нелегальной миграции, терроризму. УДКБ, ШОС, Евразес и СНГ теперь будут противостоять единым фронтам. Обмениваться информацией и проводить совместные операции и учения. Но новая коалиция в ближайшее время может выступить и в поддержку договора о европейской безопасности, продвигаемого Дмитрием Медведевым. Однако пока план совместных мероприятий не утвержден. Зато принято решение о создании еще одной структуры – рабочей группы, в которую войдут представители всех четырех организаций. Мы договорились о политическом взаимодействии, особенно на фоне работы с международных организациями. Мы договорились о том, что совместно будем предпринимать меры по кризисному реагированию. Есть необходимость выработки новых проектов по тем проблемам, которые сегодня мы наблюдаем, например, в Центральной Азиатском регионе, по государственным границам, по обеспечению стабилизации Киргизской Республики и по ряду других направлений. К другим темам. Предупредительную забастовку провели нефтяники Барлыгау на западе Казахстана, в городе Жанаузени. На час прекратили работу около 500 человек из 16 бригад. Протестующие таким образом требовали вернуть систему премиальных, а также социальные выплаты. У нас это досогласение было после арбитража, 6 пункт. Там премия же, Буровикам 65 просили. Сейчас там премия нету, поэтому где-то Буровики получают 180, потом премия сверху где-то с лишним лучше. Конфликт происходит между лидерами проправительственных и независимых профсоюзов. По словам приверженцев независимого стачкома, на них сейчас сказывается давление. Рабочим угрожают, что участие в акциях гражданского неповиновения последуют финансовые репрессии. В этом месяце нефтяников уже лишили премиальных, что составляет порядка 2-3 от оклада. В данный момент в Мангастауской области большинство работников подразделений разведки и добычи Казмонагаз, недовольных политикой руководства, намерены вступить в новый профсоюз АКТАУ. Впрочем, возвращать премиальные выплаты и социальные пособия нефтяники планируют через суд. Я вот самый геолог, получал этот коэффициент, прибавку зарплаты. Были пустынные, были безводные, но эти коэффициенты все не реквилированы. То есть то, что сейчас народ, насколько я информирован, требует, я думаю, это надо законодательно решать, а не то, что там забастовку и так далее. То есть это уже государственные органы должны отрегулировать этот вопрос. Недовольный заработком, а вернее его отсутствием, и учащиеся в вузов и колледже Усть-Каменогорском. Студенты заявляют, что им не выплачивают деньги за работу в штабе молодежных трудовых отрядов Жасыл-Ель. Зарплаты, говорят студенты, они не видели уже три месяца, и отдавать долги организации не торопятся. Алла Степанова встретилась с борцами за чистоту и их руководством. По меньшей мере 8 тысяч долларов задолжало Усть-Каменогорским студентам общественное движение Жасыл-Ель. Все лето более 300 человек 5 дней в неделю по 8 часов в день работали на Жасыл-Ель. Как рассказывают сами студенты, 80 из них не получили обещанных денег до сих пор. У нас на руках от Жасыл-Ель никаких документов нет. Нам сказали, что заключили коллективный договор, но мы пошли в департамент труда и сказали, что коллективных договоров вообще не бывает. Созданная по инициативе президента Назарбаева организация призвана силами студенчества бороться за чистоту и экологическое благополучие Казахстана. Студентов, как правило, привлекают на платной основе. Руководство Усть-Каменогорского штаба Жасыл-Ель не отрицает, факт задержки выплат есть, оправдываются банковскими проволочками и несобранностью самих студентов, не открывших вовремя лицевые счета. Работа уже все прошла, все документы были отправлены без ошибок. Теперь остается только за тем, что заработная плата со стороны Жасыл-Еля республиканского должны быть уже начислены. Тимур заверяет, его команда не останется без зарплаты. Сами студенты, прождавшие два с лишним месяца, грозят подать в суд. Ну а следующим летом Жасыл-Ель решили не связываться. Алла Степанова, Дмитрий Кабанов, Усть-Каменогорск, Казахстан. Рост цен на хлеб в стране – прямое следствие нерасторопности местных исполнительных органов. Такое заявление прозвучало сегодня на заседании Кабинета министров. Иначе в правительстве объяснить происходящее в стране не могут. Ведь Казахстан полностью обеспечен зерном. Резервы для удовлетворения потребностей внутреннего рынка есть, говорят в правительстве. Еще в начале сентября Минсельхоз заверял, что буханка хлеба не будет стоить дороже 40 центов. Однако уже спустя пару недель хлеб начал дорожать на востоке страны. В октябре цены выросли в Кустанае и Петропавловске. Звинтили цены на юге и официально объявили о подорожании в Жамбульской области. Резкое повышение цен на хлеб и другие продукты питания повлекло за собой усиление инфляции, которое составило 6,7%. Министр сельского хозяйства Кубек Пурежбаев сегодня отметил, что несмотря на то, что был введен полугодовой запрет на экспорт зерна, региональные руководители фактически скрывают, срывают исполнение взятых на себя обязательств, не заключая договоры поставок с производителями зерновых. К сожалению, на сегодняшний день работа идет не совсем в плановом режиме. На октябрь нужно было оплатить объем зерна 228 тысяч тонн. На сегодняшний день заключены договоры с акиматами области на сумму 118 тысяч тонн. Наличие инфляционных процессов отмечают и российские эксперты. Но, несмотря на это, прогноз развития экономики Казахстана скорее положительный, отметили сегодня аналитики Ситибанка. В настоявшейся пресс-конференции финансисты подтвердили прогноз Национального банка. Также эксперты отметили, что в целом экономика страны показывает положительные темпы роста, что является важным критерием для увеличения инвестиций в страну. По информации российских аналитиков, коридор тенге останется на прежнем уровне и составит 142-143 тенге за доллар. А вот уровень цен на нефть в следующем году повысится до 90-95 долларов за баррель. Но не пожалели оценок и для банковской системы. По мнению россиян, на осторожное отношение к казахстанским банкам могут повлиять только предстоящие международные рейтинги, которые казахстанская финансовая система не обновляла давно. Основная причина, почему рейтинги долго не исправлялись, это как раз уязвимость в финансовом секторе. Тот факт, что экономика растет хорошими темпами, тот факт, что есть хороший потенциал, это хорошо. Но до тех пор, пока есть финансовый сектор, который не может поддержать этот рост экономики, вы не можете быть уверены, что этот потенциал будет достигнут. Продолжаем выпуск. Дольщики Казкоммерцинженеринг намерены инициировать новый иск в отношении Казкоммерцбанка. Кредитный договор составлен с нарушениями. Об этом во вторник в суде заявил адвокат дольщиков коттеджного поселка Елисейские поля Гульнара Потаева. По ее данным, в документе предусмотрена сумма в 400 тысяч долларов в качестве банковской гарантии. Эту сумму юрист дольщиков и предложила использовать как погашение задолженности по кредитам. Но банкиры пояснили, что 400 тысяч – это общая гарантия на всех заемщиков, а не индивидуальная, как полагали дольщики. И предоставлять кредитное досье отказались. Решение суда по прошению дольщиков приостановить выплаты по кредитам отложено до 25 октября. И второе, хотелось бы сказать о том, что да, действительно нам известно о том, что на депозит еще миллиард 200, остались еще денежные средства. Я не знаю, какую сумму, но приблизительно так мне говорят доверить, и порядка 400 миллионов тенге. Но опять-таки банк-то их использует в своих целях. Он не отдает ни застройщику, не отдает ни ипотечникам. Признать незаконным выданный ипотечный кредит только банка «Центркредит» требует Зауре Шаканова, заемщица заявляет. Оформленный в 2007 году договор с финансовым институтом нарушает казахстанское законодательство. Что могут ответить на обвинения юристы организации, пока неизвестно. Они проигнорировали процесс, поэтому заседание отложено на сутки. Адвокат Денис Олимбеков заявляет, они подали заявление как встречный иск. «Центркредит» намеревается через суд за Зауре штраф по размере 18 тысяч долларов. Ведь женщина задолжала финансовому институту по кредиту. Но заемщица утверждает, даже после потери работы ее и мужа семья продолжает погашать задолженность. Правда, вместо 2600 долларов в банк платят всего 300. После обвинения со стороны банка Шаханова требует признать договор займа недействительным, поскольку финансовый институт выдал кредит в долларах, что противоречит казахстанскому законодательству. А также после изменения способа погашения кредит, а банк увеличил свою прибыль за счет заемщицы на 70 тысяч долларов. Шаханова называет эти деньги материальным ущербом. Мы считаем, что все противоречит закону. У нас все есть доказательства, все написано. Однако, значит, в данном случае сейчас оставил без движения. Судье Несибаеву было непонятно, в чем все-таки нарушается суть. И в завершении. Казнет – выход за пределы возможного. О цифровом будущем говорили сегодня на конференции в Алматы. По словам участников, сайты с домином KZ уже готовы успешно конкурировать с российскими аналогами на рынке и приносить неплохой доход своим владельцам. Необходимо только четкое разграничение полномочий в сегменте казнета. Пока же государство пытается играть роль надзирателя, вместо того, чтобы попытаться быть полновесным партнером бизнесу. Ольга Настюкова продолжит. О возможностях казнета и проблемах его развития говорили участники первой конференции Киев-2010. Новая дискуссионная площадка создана как коммерческий проект. Люди с кошельками в Казахстане есть. У них есть лишние деньги. Но они думают, что инновации Казахстана ущербны, раз их нет, и боятся казнета в целом. Немногочисленным узнаваемым проектам есть что поведать об обратной стороне успеха. Сайт НурКИЗ обвиняют в накручивании трафика за счет ссылок с порно-сайтов. Форум «Центр тяжести» весной был заблокирован по решению суда. Владельцы не поделили бизнес. Независимые новости портала «Республика» в Казахстане и вовсе не гласный запрет. Сайт открывается только через зарубежный прокси-сервер. Одна рука дает, а другая отбирает. С одной стороны, правительство выделяет огромные деньги на развитие Казнета, на популяризацию интернета в нашей стране. А с другой стороны, развиваться нормально не дают ресурсам. Участники подсчитали, что среднегодовой объем государственных инвестиций в Казнет за последние пять лет составляет 90 миллионов долларов. И все равно пользователи жалуются на низкую скорость, сбои и трудности с подключением. Отсутствует и нормативно-правовая база. Те же факты блокировки пока не удалось оспорить в судебном порядке. Тут тоже нужно какие-то разрабатывать механизмы, технические регламенты, которые бы позволили это делать. На сегодняшний день в законодательстве эта проблема не то, что не разработана, даже не приступали к ее разработке. Обсудить эти и другие острые вопросы с чиновниками не удалось. Министр связи и информации, заявленный в числе участников, не приехал, что лишний раз подтвердило мнение отдельных спикеров. На одних госпрограммах далеко не уедешь. В развитии Казнета должен быть заинтересован бизнес и общество в целом. Ольга Настюкова, Александр Платонов, Талгат Умербеков, Алматы, Казахстан. Таким запомнился день казахстанским корреспондентам. Я с вами прощаюсь. Хороших вам новостей.